Продолжение следует... 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 Рождается новая семья, новая ячейка нашего общества. Семья у нас находится под защитой государства. Супруги полностью равноправны в семейных отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok и на всестороннее развитие и сближение всех наций и народностей. Каждый у нас имеет возможность пользоваться родным языком и языками других народов. И каждый по велению сердца изучает русский язык как средство межнационального общения, дружбы и сотрудничества. Следуя принципам пролетарского интернационализма, страна Советов гарантирует право на убежище для иностранных граждан, преследуемых за прогрессивную деятельность. Самой сути нашего образа жизни чужда всякая проповедь национальной вражды. Но существует и другой образ жизни. Принятая Организацией Объединенных Наций Декларация утверждает «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Давай еще раз прочтем эти строки, глядя на документальные кадры американской жизни. «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Нет, не получается. Мало провозгласить права человека. Их необходимо гарантировать всей сутью социального строя. Советская власть пришла к нам на Буковину позже, чем в другие места. Эту счастливую жизнь мы завоевали нелегко. Вот почему каждая строка новой Конституции нам так дорога. Она провозгласила свободу, права советских наших людей. Вот почему, когда за океаном начали нас поучать насчет прав человека, мы не могли молчать. собрались всем миром и написали свой протест прямо в Конгресс США. И вот пришло из Вашингтона в Романковце уведомление, что письмо наше Конгресс получил. А к нему приложено послание. Пишет нам мистер Данте Фассел. Так начался необычный диспут. В Вашингтон, Романковцы. Конгрессмен поставил под сомнение полноправие советских граждан. Что ж, давайте разберемся по порядку, сказали буковинские колхозники. Советские люди обладают всей полнотой прав и свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией и законами нашей страны. Не правда ли, ты привык встречать такие объявления на улице, в газетах, на экранах телевизоров. Право на труд гарантируется самой сутью социалистической системы хозяйствования, не знающей кризисов и безработицы. В Конституции включено положение о свободе выбора профессии в соответствии с призванием, подготовкой и с учетом потребностей общества. Уже на школьной скамье ощущаешь ты эту заботу. Развитие системы профориентации и трудоустройства, бесплатное профобучение, рост производительных сил, надежная основа для воплощения в жизнь великого права на труд. А вот мистер Фассел в своем письме озабочен твоим будущим трудоустройством. В Америке считают, пишет он, что человек должен быть свободен в выборе работы. В Советском Союзе считают так же. Только надо разобраться, кто провозглашает свободы на словах, а кто обеспечивает их на деле. На своем горьком опыте познал буржуазную свободу выбора этот житель села Романковцы. В начале века уехал дняк Михаил Кедрик в Америку доли искать. Работал на нефтепромыслах, корчевал лес, строил дороги. А потом разразился кризис и выбросил его хозяин на улицу. Так и вернулся он на родину, нищим, больным. Только при советской власти узнали Кедрик и его семья великое счастье, людьми зваться. Всех его детей вывела в люди Родина. Всех обеспечила и работой по душе, и достатком. В своем письме мистер Фассов утверждает, что граждане СССР якобы ущемлены и вправе на образование. Он горюет, что ты даже лишен выбора хорошей школы. Нетрудно опровергнуть эти безосновательные утверждения, заглянув в твою школу и в тысячи других прекрасных советских школ, детских комбинатов, техникумов, институтов и университетов, чьи двери широко распахнуты перед каждым. О реальности права на образование можно судить хотя бы на примере этого жителя села Романковцы. Десятерых детей вырастил Николай Иосифович Кашков. И всем десятерым Родина дала высшее образование. Двое из них стали кандидатами наук. Это у одного буковинского крестьянина. А если по всему селу, то дипломов 200 наберется, до около 20 ученых степеней. А если по всей стране? У нас сведено всеобщее обязательное среднее образование. Год от года растет число выпускников высших учебных заведений. Всеми видами бесплатного образования Охвачено почти 95 миллионов человек. Треть населения страны. Бесплатное обучение, бесплатные учебники, предоставление стипендий и льгот. А ведь нашему государству каждый аттестат о среднем образовании обходится в 1600 рублей, а каждый диплом инженера в 5000 рублей. А теперь вот тебе простая арифметическая задача. Может ли в Америке рядовой фермер дать высшее образование десятерым детям, если обучение каждого обошлось бы ему от трех до четырех с половиной тысяч долларов ежегодно? В основном законе нашей страны право на образование обогащается и дополняется правом на пользование достижениями культуры. Конституция СССР провозгласила свободу научного, технического и художественного творчества. Наше государство всемерно поощряет деятельность добровольных обществ и творческих союзов. Какая пропасть отделяет это всенародное устремление к знаниям, прекрасному, а так называемой массовой буржуазной культуры, которая служит классовым интересам своих хозяев, рыцарей Чистоганов. В своей повседневной жизни ты видишь, растет бюджет нашего свободного времени, каждому предоставляется оплачиваемые отпуска. В Конституции СССР расширены и усилены гарантии прав на отдых, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, надежно гарантировано и право на охрану здоровья. Расширяется сеть учреждений по оказанию бесплатной медицинской помощи, развивается массовое физкультурное движение, улучшается охрана окружающей среды. Действительно, вся наша жизнь пронизана принципом «все для человека». У нас в стране самая низкая в мире квартирная плата, а жилья строится больше, чем во всей капиталистической Европе. Мистер Фассел неслучайно даже не упоминает в своем письме о праве на жилище. В его стране оно реально существует лишь для тех, кто имеет возможность платить большие деньги. Юный гражданин страны Советов. В десять лет ты надеваешь красный галстук и ощущаешь себя участником великой битвы за коммунизм. В четырнадцати лет тебе открывается дорога в ряды комсомолов. В шестнадцать тебе вручают советский паспорт. В восемнадцать лет ты уже активно участвуешь в решении государственных дел. высокая активность советского гражданина опирается на политические права, которые в конституции развитого социализма сформулированы наиболее полным. быть активным быть активным участником управления государством, решать общественные проблемы, вносить предложения и критиковать недостатки, обсуждать и принимать законы, избирать и быть избранным в Советы народных депутатов все это неотъемлемые права советских граждан. Советским гражданам реально обеспечиваются свободы слова, печати, собраний, митингов, демонстраций. Все эти политические свободы используются в интересах народа, содействуют укреплению и развитию социалистического строя. Граждане СССР имеют право объединяться в общественные организации. Самые передовые представители рабочих, крестьян, интеллигенции на добровольных началах вливаются в монолитные ряды коммунистической партии Советского Союза. Наше государство предоставляет трудящимся и общественным организациям возможность широко использовать помещения, улицы и площади, средства массовой информации. А кому принадлежат и кому служат средства массовой информации на Западе? В Америке, пишет мистер Фассел, права служат принципам свободы, которых мы придерживаемся и хотим, чтобы наши соседи их уважали. Но вот каковы на деле эти принципы. Стоит лишь трудящимся поднять голос за свои права. У нас и песни поются. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Новая конституция еще больше укрепила карантии наших личных прав. К нам зарубежные гости приезжали, удивлялись, говорили, что были уверены в нашей бедности. Будто бы в СССР людям не дают иметь никакой собственности. Нет. Право на личную собственность, на пользование землей, находящейся во владении государства, даровано нам конституцией. Хорошо мы живем. Богато. Но только на трудовые доходы. За хребетников, спекулянтов вырываем с нашего поля с корнем. Церковь у нас отделена от государства. И школа от церкви. Советская конституция гарантирует свободу совести, то есть право исповедовать любую религию или быть атеистом. Не случайно именно в Москве проходила международная конференция религиозных деятелей, борцов за мир. Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество. Уважение личности, охрана прав и свобод советских граждан, обязанность всех государственных органов и общественных организаций. Конституция обязывает должностных лиц внимательно относиться к письмам и заявлениям трудящихся, своевременно удовлетворять их обоснованные требования. Советский закон гарантирует человеку неприкосновенность личности, жилища, охрану личной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений. Нарушение всех этих элементарных личных свобод, ущемление человеческого достоинства, обыденные факты для мира капиталов. Вот каким принципом свободы служат права в Америке. Вот какие образцы демократии вы нам преподносите. Извините, мистер Фасел, но такие свободы, такая демократия нам не подходит. Так ответили конгрессмену буковинские колхозники. Под этим ответом со всей убежденностью поставит свою подпись каждый гражданин СССР. Воспитанный в обществе высшей социальной справедливости, ты не можешь допустить, чтобы использование прав и свобод одним человеком ущемляло интересы другого, или тем более всего общества. Ты знаешь, истинные права неотделимы от обязанностей. Советский гражданин обязан прежде всего соблюдать Конституцию СССР и все наши законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести свое высокое гражданское звание. С детства воспитываешь ты у себя чувство ответственности перед товарищами, перед обществом, стремишься бережно относиться к школьному имуществу как к государственному достоянию. Пока твои главные гражданские обязанности хорошо учиться, строго следовать уставу средней школы, закону школьной жизни, выполнять правила для учащихся. Важную роль в школьной жизни, в соблюдении школьниками их прав и обязанностей выполняют сегодня органы ученического самоуправления. Главный метод воспитания у нас – убеждение. Но к тем, кто допускает неоднократные серьезные нарушения общественного порядка, приходится применять и меры принуждения. Пионеры и комсомольцы стремятся быть образцом выполнения всех требований Конституции и законов СССР. Тысячи школьников становятся в ряды юных друзей милиции. С молоду ты готовишься к труду, приучаешь себя к сознательной дисциплине. Тебе есть с кого брать в этом пример. Сотни тысяч старших товарищей, твоих наставников, показывают образцы подлинно коммунистического отношения к делу. Глубокий смысл заключен в словах Леонида Ильича Брежнева о том, что главная гарантия всех наших прав – это прежде всего мощь и процветание нашей Родины. И эту мощь мы создаем своими руками. Наш важнейший гражданский долг – стоять на страже социалистической собственности, добросовестно трудиться, бороться за бережное отношение к народному добру. Мы ведем на наших улицах бой со всеми антиобщественными явлениями, всемерно содействуем охране общественного порядка. Мы помним о нашем гражданском долге – беречь богатство природы, памятники нашей истории и культуры. «Ведь это бесценное наследие, которое мы завещаем детям». Говорят, сегодня дети, завтра – человечество. И нам не безразлично, каким будет это завтрашнее человечество. Не случайно в нашей Конституции указана важная гражданская обязанность – забота родителей о воспитании детей и забота детей о помощи родителям. Мы все делаем для того, чтобы в будущем дети стали нашей опорой, нашим продолжением. В стране Советов каждый обязан уважать национальное достоинство других. Мы – интернационалисты. И свой первейший интернациональный долг видим во всемерном укреплении социалистического содружества мира во всем мире. Нашему народу чужды чувства вражды или недоброжелательства к другим странам. Но у мирного будущего планеты много опасных врагов. Силы мира должны быть постоянно на чеку. Защита Отечества – дело всего народа. Священный долг каждого гражданина СССР. Вместе со сверстниками ты готовишься с честью выполнить эту почетную обязанность – нести службу в вооруженных силах Советского Союза. Быть гражданином СССР значит всеми силами и помыслами оберегать интересы Родины, укреплять ее авторитет и могущество. Вступают в жизнь новые поколения советских граждан. Как отечественное путствие звучат для них слова Леонида Ильича Брежнева. Ни одно общество, когда-либо существовавшее на земле, не сделало и не могло сделать для народных масс, для трудящихся, столько, сколько сделал социализм. Каждый советский человек обладает всей полнотой прав и свобод, позволяющих ему принимать активное участие в политической жизни. Каждый советский человек имеет возможность выбрать жизненный путь соответственно своему призванию и способностям, быть полезным отчизне, своему народу.